Друзья, приветствую вас. Это YouTube 24 канала. Для вас работаю я, Ирина Узлова. И сегодня у меня в гостях единственный и неповторимый Вячеслав Мальцев, российский оппозиционный политик. Вячеслав, здравствуйте, рада видеть. Здравствуйте, я тоже очень рад. Спасибо большое. Знаете, грачи прилетели, так припомнилась мне. Картина сегодня с утра за утренним кофе. Говорят, что снаряд два раза в одно место не попадает. А вот беспилотник, во всей видимости, да. Вторая атака за два дня произошла сегодня около 3.30 ночи на Москва-Сити. Вот эти башни-близнецы, как они сами именуют, ну атакован беспилотником. Мэр Москвы Собянин, у него тревожно начинаются теперь его завтраки, написал, что нарушено остекление на площади около 150 квадратов. По данным МЧС на 21 этаже небоскреба было повреждено это остекление. Мэр отметил, что прибыли экстренные службы города и остальные были сбиты беспилотники с средствами противовоздушной обороны. Об этом Собянин написал у себя в Телеграме. Сейчас мы покажем его сообщение. Вот, прокомментировал, что пострадал их. Нет. Помимо этого, Министерство обороны Российской Федерации также, конечно, прокомментировало. Говорит, все было отражено, все было сбито, подавлено средствами радиоэлектронной борьбы. Говорят они об этом, любят они так комментировать, но так, по всей видимости, кажется, что все, да не все. Местные жители обеспокоены крайне, говорят, как-то так происходит, ни сигнала воздушной тревоги, ни что же оно все время прилетает. И отмечаю, что в этот раз звук был мощнее. Давайте мы кратенько послушаем и начнем комментировать. Короче, опять сюда стягиваются. Второй раз сегодня намного мощнее звук был. Там взрыв очень мощный был. И вот все подтягиваются, уже суета наводится. Надеюсь, этого больше повторяться не будет. А вот советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоля говорит, больше неустановленных дронов, больше развала, больше гражданских конфликтов, больше войны. Дабы авторы войны поняли, что пришло время собирать с них все долги. Будет больше? Ну, конечно. Во-первых, вчера, когда шел разговор о первом попадании дронов в Москва-Сити, я сказал, что в ближайшее время, там, может быть, часы, будет, конечно, следующее. И потом, почему? Потому что эти здания сами себе привлекают внимание. Такие башни-близнецы в Нью-Йорке. То есть, безусловно, те люди, которые, ну, я имею в виду путинцев, хотят скрыть факт того, что проигрывают войну, да, они могут не пустить там каких-то корреспондентов на фронт, они могут волонтеров не пустить на фронт, они депутатов даже отказываются сейчас пускать на фронт. Но вот фронт в Москву они не могут не пустить. И он приходит в Москву. А самая, как бы, яркая картинка, конечно, ну, помимо Кремля, это башни Москва-Сити. Ну, естественно, будут атаки дронов и с территории Украины, и с территории России, безусловно. То есть, мы даже вообще не сомневаемся, мы об этом знаем, что особенно будут с территории России атаки. И, конечно, не только здание Москва-Сити будет подвергаться атакам или там Кремль, но есть замечательное здание Государственной Думы, да, то есть, которое стоит, ну, если не совсем отдельно, то под лед возможен туда и прямо в окно председателя Думы можно прилететь. Совет Федерации, ну, несколько более скрыт среди зданий, но тоже вполне досягаем. Министерство обороны на улице Звезды и там на набережной и прочее, прочее. И вот сейчас было сообщение, что основная масса беспилотников сбиты над Одинцовским районом. Они даже сами не представляют, какую... Они сказали, понимаете, в Одинцовском районе находится пункт, главный, основной пункт управления РВСН, то есть, ракетных войск стратегического назначения. То есть, если беспилотники могут безнаказанно прилететь в Одинцовский район, вы понимаете, чем это чревато? То есть, в Одинцовском районе находится, собственно, сердце или мозг ракетных войск стратегического назначения, и туда вот такие вот тырчики могут совершенно спокойно прилетать, и только над Одинцовским районом они их сбивают. Но когда цель будет поставлена не Москва-Сити, а штаб РВСН, ну, наверное, значит, они не смогут сбить ничего, если они на подлете даже не удосужились ничего поставить. Представляете, вот еще раз, чтобы было понятно, там находится пункт управления, да? То есть, за несколько сот километров там, ну, или хотя бы десятков километров до этого пункта управления должны стоять такие щиты в виде систем противовоздушной обороны, противоракетных систем и так далее, чтобы никто там ни пчела, ни оса, ни ракета не могли туда долететь, да? А тут прилетают такие беспилотники, причем, ну, самолетики сделаны из палок на самом деле, да? То есть, и могут, они могут их сбить, и то это условно, только над Одинцовским районом. То есть, собственно, Одинцовский район и должен был быть целью, по идее-то, да, не Москва-Сити, а вот как раз системы РВСН. Просто я понимаю, что, наверное, западные союзники просят не наносить удар по этим системам, хотя, с другой стороны, нам удалось несколько таких систем вывести из строя, и в том числе и в Одинцовском районе, когда были уничтожены кабеля, и система управления вышла из строя, в общем-то, достаточно глобально. Ну, такое вот чувство, что вот эта суета наводится, как сказал тот товарищ с видео, которое я демонстрировала, как будто бы специально пока что именно над Москва-Сити. Ну, и видите, попадание такие, в прошлый раз помещение трех министерств, в этот раз 21 этаж, там помещение Министерства экономического развития находится, и вот сами они уже паникуют, говорят, что Украина нащупала хелесовую пяту в противовоздушной обороне Москвы, но там целая нога, как по мне, и ступня, или как мы с вами обсудили, а не только лишь пята, и вот с возмутительной эффективностью продолжает психологическое унижение Министерства обороны и запугивание москвичей, просто как по смере. Добавляют там разные пропагандисты и блогеры, что если украинцами в третий раз удастся побить стекла в Москва-Сити, добившись полной остановки работы сидящих здесь федеральных служб, то нужно будет генералов отправлять в отставку. В СРСР, припоминают, это делали бы незамедлительно. Отправят в отставку? Ну, я не знаю насчет отставки, и вот, честно говоря, здание Москва-Сити, это, конечно, красивый приз, хороший объект, но оно, это здание, ну или комплекс зданий не пугает тех, кого надо напугать. А напугать надо, конечно, спецслужбы России. Поэтому самый был бы красивый момент, и я прошу тех, кто готов с нами участвовать в этом, откликнуться, нанести массированный удар по зданию номер два на Лубянке, да, Лубянская площадь, здание номер два, перед которым Феликс Дзержинский стоял. Я думаю, это будет самая красивая картинка, даже лучше Кремля. Если в здании ФСБ, я представляю, они сейчас будут меня слышать, как они будут жидко... И я их уверяю, что в это здание им прилетит, сто процентов, я даже не сомневаюсь. Поэтому все, кто заинтересован, прошу, откликнитесь, будем взаимодействовать и шарахнем по этим. А как вы думаете, они уже ощущают, что им скоро может прилететь? Ну, они ощущают, что путинской России и путинскому режиму конец. А прилететь им может в любом виде. Они не боятся беспилотников, потому что беспилотник это лотерея, но прилетит он у кого-то, всех-то все равно он не прибьет. Они боятся изменения режима, они боятся, что там ваш покорный слуга Слава Мальцева придет к власти. И вот тогда у них нет вариантов никаких. Это не беспилотник, да? То есть это не всадник без головы. Мы будем действовать разумно, мы будем действовать абсолютно беспощадно. И все те, которые сейчас находятся в здании на Лубянке, если не окажутся на фонарях, то окажутся на пляжах Индигирки, Колымы, на Новосибирских островах с Кайлом. А мы будем это демонстрировать всему миру, чтобы показать, как мы пресекаем деятельность преступной организации ФСБ и как члены этой организации несут ответственность. Поэтому, когда они будут жрать друг друга в буквальном смысле на Новосибирских островах, они не будут помнить о беспилотниках. И сейчас они понимают, что этот вариант возможен, что они будут жрать друг друга на Новосибирских островах, потому что они прекрасно помнят, что было в 37-м году и так далее. Они понимают, что это зеркально может отразиться и сейчас. А Путин, кстати говоря, тоже вспоминал 37-й год, выступая на пресс-конференции, ну так они назвали это действие, общение с пропагандистами после приезда лидеров африканских стран, ну как лидеров, там некоторых лидеров африканских стран, не более семи их приехало. И он говорит, у нас не 37-й год совершенно, у нас сейчас просто вот такие военные действия с соседним государством. И говорит, что вот при его правлении нет ничего, ни арестов, ни утисков, ничего? Не, ну что мы можем сказать? У них действительно не 37-й год, но они хотят его устроить, да, как в их понимании. Но они не понимают, что у них нет такой возможности. Это мы им устроим 37-й год. Дело в том, чтобы устраивать 37-й год, должна быть определенная идеология, да. У Путина какая идеология? Все украсть и начать войну на танке с табуреткой? Это идеология идиота, да. У нас достаточно жесткая идеология, мы стремимся к прямому народовластью. И на этом пути, конечно, уничтожим всех врагов. А прежде всего враги это путинцы. И, естественно, если они попадут на пляжи Индигирки и Колымы, вернее, не если, а когда они попадут на пляжи Индигирки и Колымы, то 37-й год покажется, ну, каким-то развлечением, там, я не знаю, новогодним шоу. Потому что наша задача, если задача Сталина была, как бы, загнуть всех своих врагов и заставить подчиняться, то наша задача, чтобы их просто не было. Ну, вот представьте себе, ну, они будут жить в нашем обществе, будут коптить небо, будут все время напоминать нам о тех подлостях, которые совершались путинским режимом. Нам все время будут что-то за них предъявлять, говорить, вот видите, вот вы там русские, там такие-сякие, плохие. Зачем? Мы их лучше уничтожим, их не будет. Весь мир будет в ужасе, скажут, там вообще такие живут жесть. Но предъявить-то им нечего. Они нам-то не могут сказать, что по нашей вине вот это все случилось. Да, поэтому наше, ну, как бы, самое простое решение этой задачи, это просто их уничтожить и все. Ну, сделать так, чтобы они сами там превратились в лагерную пыль. И мы не скрываем, мы это обязательно сделаем. А может и в ГАГу их еще надо выдать? Или такие внутренние чистки эффективнее будут и посадки внутри Российской Федерации? Ну, если кого-то можно выдать в ГАГу, ну, это условного Гиркина, а Путина-то как можно выдавать? Он там ничего говорить не будет. И такие, как он, они будут там молчать, будут хранить молчание, да, в связи с действием всеобщей декларации прав человека. Скажут, мы вот, как бы, имеем право, там, адвокаты нам посоветовали. А зачем нам это нужно? Нам они должны рассказать все, должны рассказать открыто. Мы будем публично допрашивать, все допросы будем вести в прямом эфире. Не в записи, в прямом эфире. Повесим камеры, поставим микрофон и будем допрашивать их в прямом эфире, чтобы и сразу же оперативное сопровождение. То есть, говорит, к примеру, там, какой-то условный Путин, да, то вот я поручил Шувалову там поукрасть то-то, сделать то-то. Ну-ка, иди сюда, Шувалов, сразу, где бы он ни был. Нам абсолютно безразлично, где он, нам, допустим, он скрылся в Англии. Ну, мы попросим там одну секунду, передайте нам Шувалову. Если нам Шувалову не передают в течение там нескольких часов буквально, то мы сами его притащим. Либо целого, либо по частям, нам это абсолютно безразлично. Мы создадим в кратчайшие сроки систему охотников за головами, которая притащит из любой точки мира любого, потому что у нас, невзирая ни на какие жертвы, мы положим кучу людей, чтобы только сопроводить этот процесс, и чтобы все, весь мир узнал, как было на самом деле. Кто был инициатором этой войны? Кто был инициатором разграбления России? Куда уходили средства? Какие страны, какие преступники во главе государств помогали Путину и его режиму? Мы хотим, чтобы все знали все, чтобы не было такого, что вот там какой-то Путин один, он это начудил, да? А мы хотим, чтобы все знали, что было в период Ельцинского управления, что делали эти так называемые псевдолибералы, которые сейчас стали хорошими русскими. Откуда у них эти миллиарды? Как они разграбили Россию? Кто им помогал? Вячеслав, говорит президент Украины Владимир Зеленский, как и Подоляк, собственно, что война уже переместилась на территорию Российской Федерации. Это логично. Ну вот, выходит колонка директора российского центра Корнеги в Берлине, Александра Габуева, для Financial Times. И он в ней пишет о том, что Путин готовится к большой и длительной войне в Украине. И изменения, в частности, которые были внесены в закон о мобилизации в России на прошлой неделе, 25 июля, если мне не изменяет память, могут свидетельствовать о том, что российский диктатор готовится к большой и длительной войне, что он будет ставить и экономику, продолжать на военные рейки. И вот это увеличение возраста для обязательной службы, расширение с 18 до 30 лет тоже об этом свидетельствует, что границы России закроются. А Зеленский говорит, что война будет больше на территории Российской Федерации. И так выглядит, что долгим режимом Путина не будет. Он вчера сказал, общаясь с бразильскими медиа, что ни 30 лет, ни 10 лет Путин не протянет. Какая инициатива вам выглядит более перспективной? Ну, нам, конечно же, Зеленского. Или все-таки Путин готов играть, точнее, воевать? Какая тут игра в долгую? Ну, давайте разберемся. Всегда же надо исходить из материального. Мы живем в материальном мире. Ну, вот это, то, что они делают, это такая пугалка для Запада. Россия готова к войне. Но когда, да, там, мобилизационные мероприятия проведут, наберут народу, там, с деревень, откуда-то еще, да, целую кучу, каких-то переловят студентов, отправят, так далее. То есть, условно, мобилизационный резерв, там, ну, 10 миллионов человек. 10 миллионов – огромная масса, да, то есть, они могут, там, практически все. Ну, и давайте подумаем, что же может такая масса? Ну, во-первых, как призвать такую массу? Никаких мобилизационных систем для этого нет вообще. То есть, та мобилизационная система, которую создал Путин, и, вернее, еще была создана до него, это абсолютное ничтожество. Мы уже видели, она не работает или работает очень плохо. Но, предположим, она заработала хорошо, они набрали людей. Не 700 тысяч, да, хотя и 700 тысяч, как, вот, уверяют, да, что они могут, там, в кратчайшие сроки собрать 700 тысяч. Им не во что их одеть, им не во что их обуть, им неоткуда взять для них денег, чтобы просто поставить их на довольствие. Им неоткуда взять для них оружие, потому что оружие все уничтожено. Они сами, путинцы, его все распродали, все уничтожили, а потом устроили войну. Я уж не говорю там про 10 миллионов. Это вообще абсурдная цифра. И те, кто ее называют, не имеют ни малейшего представления о тыловой службе, о том, как работает эта система. Тыл не выдержит. 700 тысяч человек. Не то, что там 10 миллионов. Если вы прочитаете Штеменко, да, генерала, генеральный штаб во время Второй мировой войны, то там в конце этой книги он описывает такой момент, что когда был парад 22 июня, то Сталин собрал в Кремле, ну, таких близких военачальников, уже после официальной части, они там между собой общались. И он спрашивает, а Штеменко он назначил только начальником генерального штаба. Тот был старшим офицером, ну, генералом генерального штаба, а он назначил его начальником. Он спрашивает, а почему Гитлер проиграл во время Второй мировой войны? И Штеменко начал загибать пальцы, про все рассказал, ну, потому что человек, он был умнейший. И Сталин сказал, да, это, конечно, все так, но ты не сказал главного. А главное то, что 15 миллионов человек находились в этот момент в армии, и экономика Германии не смогла просто этого выдержать. То есть он называет Гитлера политиком, хорошим политиком, в начале, так сказать, политических дел своих, да, но в конце он стал политическим авантюристом. Так говорит Сталин, по словам Штеменко. Так вот, ну, это так и есть, на самом деле. А вот, понимаете, Путин никогда не был хорошим политиком, да, и политическим авантюристом-то он не стал, потому что для того, чтобы быть политическим авантюристом, нужно все-таки какие-то делать решительные шаги. Он не в состоянии делать никаких решительных шагов, он может только запугивать. Даже вот эта мобилизация, он ее боится, как огня. Представьте, он, если проведет мобилизацию и включит военные положения по всей территории России, ну, и все, и конец. То есть, военные администрации официально берут власть в свои руки, а дальше выручая родимые. Путин безумно боится какой-то силы, которую он не понимает. А военные – это как раз та сила, почему он и уничтожил армию еще после 2003 года, когда, в общем-то, провели тогда еще только ФАПСИ, наверное, только вот эта Федеральная служба правительственной связи только стала частью ФСБ. То есть, до этого это была отдельная организация, и они проводили исследования все время, ну, под видом всяких социологических фондов и прочее-прочее, обзвонки, исследования. И вот они провели исследования в армии и выяснили, что 37% военнослужащих готовы с оружием в руках свергнуть действующий режим. Для путинских это было шок. Я знаю, это железобетонно, то есть, это стопроцентное сведение. Я знаю, это от старших офицеров ФАПСИ. И они мне рассказали, что они были очень удивлены, когда доложили это ФСОшникам, поскольку действовали по их заданию, те еще больше были удивлены. Ну, и, в общем-то, путинская администрация сильно напугалась из-за этого и стали по всякому-то армию. Поэтому все вот эти радикальные, так скажем, реформы прошли в армии, которые просто армию уничтожили. И Путин после этого устроил войну, опираясь на армию. Это безумец. Это не политический авантюрист, это политический безумец. А 37% и сейчас готовы его скинуть? И что будет способствовать, дабы росла эта цифра? А ведь на фронте тоже неурядицы, даже без мобилизаций. Ну, сейчас, я думаю, цифра даже стала больше. Но дело в том, что сама армия стала, или то, что путинцы называют армией, гораздо слабее. В общем-то, ее зависимость от различных государственных структур увеличилась, то есть самостоятельность снизилась колоссально. Нигде на местах, я подчеркиваю, нигде вообще армия не может существовать без помощи местных властей, властей губернии, области, регионы и так далее. То есть, странная совершенно ситуация. Фактически, армия сейчас кормится за счет не только федерального бюджета и средств Министерства обороны, но и за счет каких-то привлеченных средств, постоянно какое-то налаживается взаимодействие и прочее, прочее. То есть, поскольку испытывают колоссальные трудности, ну, в связи с тем, что руководители в армии воры и жулики, они расхищают все под ноль, да, в связи с тем, что, ну, они, кроме того, что воры и жулики абсолютно без мозгов, то есть, они управлять не умеют, особенно страдает, конечно, интендантская служба, и мы прекрасно об этом знаем, и очень много примеров того, как, в общем-то, это отражается на моральном духе тех людей, даже которые не ходили еще на фронт, ни в кого не стреляли и в них не стреляли. А то, что происходит на фронте, вы сами понимаете, легко представить себе, если туда, я говорю, официально запретили пускать корреспондентов, официально запретили пускать волонтеров, и только что в пятницу Совет Думы проголосовал, что и депутатов туда пускать нельзя без разрешения Шойгу. Шойгу или Герасимов могут дать разрешение, чтобы депутаты зашли в какую-то воинскую часть. Это просто парадокс. А что так вообще? Что-то не хотят, чтобы увидели, что происходит на самом деле? Да, конечно, представьте себе, какие бы ни были ручные депутаты, все-таки они не являются все сторонниками Шойгу или Герасимова. И поэтому они очень боятся, что если выплывет правда, то оппоненты эту правду будут использовать. И будут использовать как секиру, потому что Шойгу, в общем-то, ни одного дня, по идее, не должен оставаться на своем месте, потому что еще, помнится, за несколько дней до начала войны, я сказал, что один из немаловажных факторов это эффект Шойгу, то, что приведет путинский режим к разгрому. Именно эффект Шойгу, потому что люди находятся у высшей власти военной, не служившей ни одного дня в армии, не имеющей представления, как действует эта армейская система и так далее. Ну, так оно и вышло. И, казалось бы, чем быстрее Путин избавится от Шойгу, тем лучше. А он не может избавиться. Шойгу главный китайский шпион, его крышует Китай. А Китаю совершенно невыгодно, чтобы избавились от Шойгу. И совершенно невыгодно, чтобы в России что-то изменилось в лучшую сторону. Ни при ком. Ни при Путине, ни без Путина. Китаю не нужна Россия никакая. Поэтому, ну, в смысле, только в составе Китая она нужна. Поэтому я думаю, что сейчас, и я уже говорил об этом, вот видите, Гиркина там уже повязали, что сейчас будет массовое такое покушение на Шойгу. То есть спецслужбы, те, кто еще может что-то делать, да, там всякие грушники и прочее, и прочее, периодически будут пытаться убить Шойгу. Поэтому, я говорю, если бы нужно было поставить деньги на то, Шойгу или не Путина, я бы, конечно, поставил на то, что его Путина и очень скоро. Ну, естественно, они будут этому противодействовать, путинцы им совершенно. Это не нужно. Тем более, это будет некая ссора с Китаем. Хотя, по большому счету, на месте Путина я бы как раз дал возможность каким-то грушникам, то есть не обращал бы внимания, сказал бы, мы вас не видим. Ну, махайте этого, потому что он не нужен. Но посмотрим, во что это выльется. Я, конечно, бы хотел, чтобы Шойгу никто не прибил. Потому что чем дольше он будет действовать, тем больше он развалит все. Да, я вот тоже придерживаюсь такой линии. Мне нравится. Думаю, мы с вами много бы выиграли. Ну, когда его п***ят, может, тому времени будут какие-то ставки. Космолоты или что там делают обычно. Но вот мы с вами смеемся, и мне кажется, что зря. Потому что Шойгу и Герасимов работают. Один ездил в Северную Корею, второй вот Герасимов, начальник целых генштаба в СРФ. Смотрите, какой уверенной походкой просто приехал и проверил. Проверил передовой пункт управления группировки войск на Запорожском направлении. На целом командном пункте он пообщался, оценил обстановку, характер действий противника, то есть нас, и выполнение российскими войсками боевых задач на Ореховском направлении, тактическом. Как вы думаете, в скольких километрах на самом деле этот командный пункт находится передовой? И какие же задачи мог поставить Герасимов, понимая, что как раз на Запорожском направлении все идет по такому, по курсу, который они любят, по курсу корабля? Ну, что я могу сказать? Вот я видел одну секунду этот ролик, одну секунду, как Герасимов заходил туда. Вот если бы я, конечно, я бы не был на месте Герасимова ни в коем случае, потому что я путинскому режиму служить бы не стал, но если бы я был начальником генерального штаба, и меня привели в здание управления, и в этом здании управления висел бы такой моток с проводами, я бы оторвал этот моток сразу же, вот весь выкинул бы, а потом бы выкинул там командира и всех его заместителей на пинках физически просто. Пожарно. Потому что, ну, посмотрите еще раз это видео, и вы увидите, это же просто безумие. И не стыдно вот этому генералу, не стыдно, что он пришел в помещение управления. Вот, посмотрите, что у него за головой. Это же цирк Шапито. Разве такое может быть в нормальной, хоть в более-менее приличной армии, если эти провода куда-то ведут, они должны быть, конечно, увязаны, изолированы, везде должны висеть бирки, куда, для чего и так далее. И так устроена армия. Армия устроена так, чтобы самый солдат, самый солдат все понимал. Каждый солдат должен знать маневр, каждый должен знать, куда ведет этот провод, как и что работает. В этом суть армии. В том, что упростить все максимально для любого чина, и чтобы все работало как часы. Даже если его прибьют, вот сейчас его убили, все, чтобы система работала и ничего не ломалось. Понимаете? Поэтому это безумие. Вот когда смотришь на это, просто они красят траву, и при этом то, что должно работать, они это не содержат в должном виде. Ну, так, в принципе, а зачем? Зачем усложнять? Ведь они все равно понимают, что проигрывают. А ведь из этого всего и состоит, и тактика, и стратегия, из вот таких вот моментов. Не только лишь на поле боя, и то, что происходит в этих, как они говорят, передовых командных пунктах. А Герасимов этого не понимает? Или просто он, ну, как бы, не хочет этим заниматься? А я думаю, что он просто бухает и забил на все. Я думаю, что он приехал, и его главная задача, сейчас вот что-то сделать вид, что он там поработал, и пойти просто с этими офицерами напиться, и все. Ну, как обычно. У них основная работа состоит в том, чтобы приехать, сделать вид в ускоренном порядке, что-то там поболтать ни о чем, да, выйти и тут же нажраться со всеми. Это им нравится, это у них хорошо получается. И только это. Ну, может, закусывать еще могут, если есть с чем. Конечно, нет, там всегда есть, там нормально, за счет солдатиков они жируют, хорошо. Ну да, по их лицам, конечно, видно, а то сейчас Ютуб меня заплакирует. Вячеслав, в связи с этими сложившимися условиями, которые не один год, как бы база для них формировалась, как мы с вами понимаем, Путин сильно рассчитывает вот на ту мобилизацию, которую он боится, как огня, но все же так выглядит, что осенью неизбежно будет эта новая волна на территории России. И сколько он может все-таки нагрестить? Знаете, он в этом ничего не понимает, поэтому ориентируется на тех фаворитов, которые есть сейчас. У него всегда есть какие-то фавориты, которые ему подсказывают. И вот если этот фаворит его убедит, что он, только он, этот самый фаворит, знает, как проводить эту мобилизацию, что до этого все было неправильно, то Путин, наверное, согласится на это. Если же этот фаворит скажет, что ну ты че, мы сейчас там залезем в такое болото, потом не вылезем, и так далее, то будет так. Путину кажется, что он принимает решения. Никаких решений он не принимает. Он действует в связи с согласованием со своими вот этими советниками, или лучше сказать фаворитами, потому что они ему советуют таким образом, что он... Не, ну есть. И мы замечали некоторые моменты, когда он не слушает никаких советов, действует самостоятельно и очень глупо. Да, вот, ну, например, как с этой войной, которую он начал. Это, конечно, был, как Песков говорит, что это было чисто его решение. Специально Песков подчеркнул это многократно. Ну, чтобы потом на них стрелки не переводили, но я уверен, что так оно и есть, что это было чистое решение Путина. Автор войны, бессмысленной и кровавой. А кто сейчас подсказывает, кто в этих фаворитах, как полагаете? Не знаю, они у него достаточно... Не, ну, круг их не меняется, просто в определенный момент кто-то присаживается ему на уши. То есть некоторое время Шойгу, вот в самом начале войны, ну, наверное, до мая прошлого года очень здорово доминировал в этой системе, да. Большое количество ФСОшников, очень большое количество некоторых даже и фамилий. Мы не знаем, вот мне называют иногда люди фамилию, там, такую-то, такую-то, и говорят, кто такие? Они говорят, ну, ты даже не представляешь, какие это влиятельные люди, как они у Путина на ушах сидят и рассказывают его про то, про другое, и так далее. То есть те люди, которые до этого были фаворитами, ну, такие, как Нарышкин, ну, там, несколько лет назад, они уже не котируются, как вы видели в самом начале войны, как он унижал Нарышкина, этого смешного, там, или Патрушева, и так далее. Поэтому сейчас, я думаю, пришло время новых фаворитов. Почему? Потому что ситуация для Путина меняется, меняется в худшую сторону, и он не будет слушать тех, кто, по его мнению, его привел в эту плохую точку. Он же ни в чем не виноват, он такой молодец, да, вот плохие советники, они, видите, его куда притащили. Он так рассуждает, и, я думаю, будет искать хороших советников. Думаете, он их там найдет? Я думаю, что сейчас спецслужбы многих стран работают в этом направлении, особенно Китай и Турции, чтобы тот советник, которого нашел Путин, был их агентом влияния. Не знаю, но навряд ли в этом победит ЦРУ там или МИ-6, хотя тоже такая вероятность есть. Но я бы больше ставил на турков или на Китай. Что-то мне кажется, что они, наверное, все-таки возьмут вверх в этой гонке. А Турция уже тоже выходит, да, на такие более передовые позиции в том, в каком виде она хочет, чтобы была Россия выгодная ей? Потому что раньше мы больше о Китае, и, конечно, говорили, что Китаю невыгодно, слабая Россия, что Китай действительно вот через Шойгу и других агентов влияния там продвигает свои политические, в том числе, желания и хотелки. А турки теперь тоже уже хотят побороться? Или они вдвоем будут, а потом поделят? Турция всегда боролась за тюркские республики, которые находятся в России. Идеи современного пан-тюркизма, это идеи Эрдогана, они очень хорошо продвигаются на территории России. Руководители татарей, башкирии и других тюркских республик, они очень сильно ориентированы на Эрдогана, очень сильно ориентированы на турецкие спецслужбы. Они грабят Россию, деньги вывозят в Турцию, охранят их в турецких банках, мы это прекрасно знаем. Они пытаются воздействовать на руководителей, которые связаны с ядерным оружием. Мы это тоже отслеживаем. И неоднократно, и даже записи разговора подобного у меня есть, связанные с такой деятельностью. когда... Ну ладно, я его не буду уточнять. Так вот, турки и тюркские националисты в виде спецслужб, в виде государственных органов, они всегда стремились к созданию Тюркского союза. И огромная часть этого Тюркского союза находится на территории России. Поэтому невыгодная Россия вообще никакая. Эрдоган давным-давно еще договорился с Китаем, и в частности с Цзиньпином, о разделе России, и всех все устраивает. Ну, кроме того, что Китай постоянно пытается кинуть Эрдогана, вы помните, да? То есть Эрдоган очень трепетно относится к территории Южного Азербайджана, который находится на территории Ирана. Он делает вид, что они лучшие друзья с Ираном, но на самом деле всегда было желание отжать Южный Азербайджан в пользу Алиева, в пользу Азербайджана, и начать строить вот этот Тюркский союз уже по-серьезному. То есть там 16 миллионов азербайджанцев находятся в Южном Азербайджане, спит и видит также Эрдоган получить часть Курдистана, находящегося на всех территориях, то есть и на территории Сирии, и Ирака, и Ирана, и так далее. И, в общем-то, продлить свое влияние на, конечно, Туркмению, Узбекистан, Киргизию, Казахстан и так далее. Ну и те Тюркские республики, которые находятся на территории России. Но ведь Китай обыграл Эрдогана, помирив Иран и Саудовскую Аравию, а Эрдоган хотел использовать Саудовскую Аравию, мусульманский мир в борьбе за Южный Азербайджан. У него это не получилось. Вот он пока проиграл. Но я думаю, что это временно попытки будут еще. И, в общем-то, мы видим, что главы таких государств, как Казахстан, Киргизия, Туркмения и Узбекистан, присягнули Китаю. Мы видели, как 9 мая они своими телами защищали Путина по команде Саудзинпина на празднование победы и так далее. Поэтому, ну в Москве я имею в виду, поэтому у Эрдогана сложная ситуация, и он может ее улучшить, подняв восстание мигрантов внутри России, тогда, когда ему это нужно будет, с тем, чтобы обделить республики, республики такие, как Татарстан, такие, как Башкирию, и не дать возможности Китаю захватить всю Россию целиком. И вот цель Китая не часть России, а вся Россия. То есть Саудзинпин договаривался с Байденом, и мы абсолютно убеждены в этом, чтобы поделить Россию, то есть Северо-Запад России, там условно будет какое-то марионеточное правительство, которое будет командовать трубой, там будет сидеть Чубайс и так далее. Ну, восточные регионы Китай, да, какие-то тюркские республики, в Тюркский союз и так далее. То есть такая договоренность, я уверен, была, и она как минимум трехсторонняя. То есть американцы, китайцы и турки. А никто эту договоренность выдерживать не хочет. То есть Америке, на самом деле, усиление Китая совсем не нужно, и хотят обыграть, обмануть. Но не получится так это сделать. Китаю нужна вся Россия, Беларусь, все эти республики, бывшие Советского Союза, да, под себя. А Турции нужны все тюркские республики, включая, конечно, Якутию, да, на которую очень прицеливается Китай, потому что она находится в зоне его влияния. И поэтому у них нет между ними никакого согласия. Вроде видимость договоренности есть, а согласия нет. Поэтому каждый будет действовать по своему усмотрению. Это хорошо. Мы между струек можем пройти. Если бы они такие сильные, это согласие бы свое поддерживали каждый день, у нас не было бы ни одного шанса. Но так как они друг друга попробуют обмануть, у нас все шансы есть вернуть себе Россию и установить там нашу власть, и противодействовать Китаю, дружить с Украиной, и не допустить власти чубайсов в России, и будущего разграбления, такого, как было в 90-е, и все это время, не допустить его ни в коем случае. Вячеслав, интересные расклады, конечно. Спасибо вам большое за сегодняшний разговор, за эти объяснения. Продолжим через неделю, надеюсь. Спасибо вам огромное, что находите время. Спасибо большое. Смерть тиранам, власть народу, слава Украине. До свидания. Героям слава, на админа так и будет. Вячеслав Мальцев, российский оппозиционный политик, с ним была я, Ирина Узлова. Спасибо, друзья, что смотрели. Вам не сложно, нам приятно. Поставьте лайк, пожалуйста, нашему разговору. Подписывайтесь на YouTube 24-го, нас уже почти 5,5 миллионов. Спасибо, что выбираете, доверяете. Берегите себя, верьте в себя, победим.